привет мои дорогие в этой серии уроков мы с вами займемся флажолетами такой волшебный невероятно классный прием и у нас их будет три вида да мы их немножечко по-разному будем извлекать до играть на гитаре но физическая основа у всех флажолетов одна и та же то есть что такое флажолет когда мы слышим звучание струны гитарной вот она обладает своими повторимым тембром гитара сразу узнается до на фоне других инструментов и когда струна звучит она колеблется вся целиком и одновременно с этим колеблется две ее половинки вот так вот 3 и и 3 колеблются одновременно 4 четверти и так далее то есть несколько кусочков струны колеблются вместе с колебаниями всей струны и вот эти колебания частей струны создают гармоники или абертона которые создают неповторимый тембр гитары и вот отдельные эти гармоники или абертона мы будем извлекать из звучания всей струны с помощью флажолетов то то есть когда мы делим струну на две части мы слышим колебания половинки струны так мы можем услышать колебания третьей и вот так колебания одной четверти струны итак мы начнем с первого вида флажолетов он называется натуральные и звучит он примерно вот так вот вообще во всех трех видов флажолетов которые мы будем играть в этих уроках у нас есть два основных правила как их извлекать то есть первое правило все флажолеты независимо натуральные искусственные или ударные а чтобы их извлечь нужно поместить палец в левой руке или потом в правой руке над именно железным порожком лада то есть не как мы играли но туда на двенадцатом ладу например а чтоб сыграть флажолет мы помещаем палец мягкой его частью до вот этой вот этой мягкой частью над железной пластинкой уже над 12 ладом вот и второе правило это то что палец не должен лежать на струне да когда вы извлекаете флажолет вот то есть принципе звук вы получите но наиболее полетный громкий и яркий звук получится тогда когда вы будете сразу отдергивать палец то есть коснулись быстро сыграли правой рукой и сразу же отдернули то есть я как бы активировал флажолет пальцем и сразу же отдернул его если я оставлю палец над этим железным порожком звук конечно будет но он будет такой негромкий да довольно вялый тусклый такой в общем не то что нам нужно попробуйте извлечь флажолет самое простое самая простая зона где то можно сделать находится на двенадцатом ладу то есть порожек который железная пластинка которая справа до от двенадцатого лада вот это попробуйте это сделать начиная с третьего пальца он как бы у меня он самый мягкий такой самый удобный для флажолета и попробуйте все струны пройтись и сыграть флажолеты также можете попробовать вторым пальцем первым и четвертым даже сейчас слышно что когда я держу задерживал палец был довольно тихий а когда я его отдергивал звук стал громче четче и даже какие-то еще дополнительные обертона в нем появляются не у всех сразу получаются флажолеты хочу сказать что это также зависит и немножечко от гитары если у вас как это старая плохая такая очень фанерная гитара из какой-то старой фанеры какая-нибудь промокшая до лежавшая в подвале флажолеты будут звучать гораздо хуже так же если у вас убитые старые грязные уже струны да тоже это значительно ухудшает звучание флажолета ну что ж когда вы уже освоились с флажолетами на двенадцатом ладу это было самое простое да напоминаю что на двенадцатом ладу струна у нас делится пополам вот это тоже закон для всех флажолетов то есть мы делим струну пополам чтобы свлечь флажолет делим на три части и на четыре вот у нас еще остаются две зоны чтобы попробовать поиграть натуральные флажолеты это зона седьмого лада то есть над железным порожком справа от седьмого лада вот он седьмой лад вот порожек вот выберите ваш любимый самый удобный палец и пробуйте сделать это на седьмом ладу не забывайте отдергивать его не оставлять на струне чтобы не получить ватное звучание то есть активируем флажолет и сразу убрали палец вот на седьмом ладу чуть тише звучат флажолеты потому что этот абертон он по энергии уже не такой большой как звучание половины струны и над пятым ладом да абертон будет флажолет будет еще чуть-чуть потише чуть чуть посложнее будет извлекаться потому что чем короче этот кусочек струны тем абертона гармоники теряет свою энергию и звучат как бы чуть-чуть тише здесь громче всего здесь почти так же и здесь чуть потише вот но если отработать технику отработать положение пальца до уверенное при флажоле как то в принципе все они будут примерно одной громкости у вас звучать а так же потренируйтесь на всех струнах конечно же и всеми пальцами то есть вторым вот у меня немножко он прыгает первым активировал и отскочил и мизинцем везде во всех пальцах я играю не кончиками до пальца а вот этой а вот этой частью которая находится под кончиком более мягкой вот где-то примерно на середине пальца